Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Как я обещал в прошлом видео, получил огромное количество саженцев и про все из них хочу снять видео. Ну, черную смородину мы с вами уже сажали. Помощник у меня. Если хотите по ссылочке, посмотрите по подсказке. А сегодня будем сажать крыжовник. Вот они, три саженца. Ну, давайте для начала определимся, какие это сорта и почему именно они. Сорт изумрудный, сорт малахит, сорт зеленый дождь. Дело в том, что, ну, мое мнение, я считаю, что рисковать нужно с умом. Поэтому изумрудный и малахит это старые, ну, относительно старые, но зато хорошо зарекомендовавшие себя уже и проверенные сорта, которые гарантированно дадут хороший урожай вкусных ягод. А вот сорт зеленый дождь это нечто новое, супер новое, как написано. Посмотрим, попробуем. Ну, давайте вкратце напомню, не буду отсебятину нести. Ну, кратенько прочитаю, что здесь написано. Итак, это сорт изумрудный, раннего срока созревания, зимостойкий, урожайный. Куст вырастает не очень высокий, но при этом раскидистый. Ягоды до 6 грамм. Не рекомендуется сажать его в сырых местах, потому что может поражаться мучнистой росой. Сорт малахит считается одним из лучших на сегодняшний день сортов крыжовника. Куст сильно рослый, но не очень такой раскидистый, среднераскидистый, как пишут. Побегов очень много, шипов немного, среднего размера. Ягоды большие, 6 грамм, точно так же, как и у зумрудного. Какие достоинства у малахита? Дело в том, что у него повышенная устойчивость к мучнистой росе и высокая зимостойкость и урожайность. Ну, у обоих этих сортов, в принципе, ягоды универсального применения. То есть можно есть и в свежем виде, и консервировать. В общем, джемы, варенье, все что угодно. Повторюсь, это два таких испробованных уже сорта, известных садоводам давно. А вот новый сорт, перспективный, как здесь пишут, позднего срока созревания. Напомню, называется он зеленый дождь. Почему называется, сейчас узнаете. Мелкие шипы имеют редкие, высокая зимостойкость, засухоустойчивость и высокая устойчивость к сферотеке и антракнозу. Это две таких страшных болезни крыжовника, которые фактически способны куст достаточно быстро уничтожить. Ягоды массой 6-8 грамм. Если здесь 6, то здесь 6-8, то есть крупные ягоды. Причем эти ягоды очень интересные, такой овальной формы. И висят на ветвях как бы в ряд, то есть действительно как капельки дождя. Наверное, отсюда вот это название и произошло. Зеленый дождь. Скороспелый, в смысле скороспелый, в том плане, что вступает в плодоношение уже на второй год после посадки. Прекрасно. Вот сегодня посадим, а уже на следующий год вполне возможно на нем будет первый урожай. Мне это очень нравится. Итак, мы на участке, сейчас будем сажать крыжовник. Помним обязательно, что крыжовник любит солнечные места. Но у меня тут, по большому счету, пустой участок, поэтому солнечные места тут кругом. Ну вот давайте вот этот самый зеленый дождь и посадим. Во-первых, раскроем, посмотрим, что там за корневая система у него. Как это все запечатывается. Черная пленка такая тонкая, которая очень герметично здесь закручена. И, как я уже сказал, здесь такая, в предыдущем видео сказал, здесь торфяная такая смесь с опилками. В общем, непитательная, легкая, но при этом сохраняющая влажность. Можете вот так ее руками потрусить. И вот мы видим корни. Много ростков пошло новых, из-под земли пойдут новые побеги. И вот корни. Ну, длина корней 20 сантиметров. Для крыжовника это просто отлично. Ну, посадочную яму приготовил заранее. 50 глубиной, 50 шириной. Я уже много раз говорил, чем больше яма, тем больше там плодородной смеси, тем лучше. Перемешал здесь плодородный верхний слой земли с перепревшим навозом. И сделал такой своеобразный холмик, конус. Вот на вершину этого конуса, холмика, мы поставим пяточку нашего саженца. А корни аккуратно расправим по сторонам этого конуса. Так будет хорошо. В принципе, иногда советуют заглублять корневую шейку крыжовника. Так же, как мы у смородины делали, вот в том видео про посадку смородины. Ну, честно говоря, это не обязательно. Я считаю, что в принципе крыжовник не любит замыкания. Не любит, когда влага скапливается в районе корневой шейки. Поэтому я все-таки посажу приблизительно где-то вровень. Вот у него корневая шейка начинается. Вот первый корешок. Вот отсюда. Вот это должно быть на уровне земли. Как это проверить? Это очень просто. Берете лопату, кладете на уровень земли. И мы видим, что этот корешок у нас как раз вот здесь на уровне лопаты. Когда мы засыпем землю, он окажется непосредственно на уровне земли. Ну вот, корешки я расправил. Можно все это дело засыпать. Засыпаем вот этим плодородным верхним слоем. У нас тут его достаточно много сохранилось. Корешки у нас расправлены. Сразу, естественно, формируем лунку для полива. Воды понадобится много. Вот на такой саженец ведра два, наверное, воды не пожалеете. Первое время очень влага нужна, потому что саженец, сами понимаете, при посадке, во-первых, испытывает сам недостаток влаги. Видите, у него какие выросли достаточно длинные побеги. Получилось так, что в отделении новой почты он простоял, этот саженец, ну, не только этот и остальные, несколько дней. Причем в помещении, естественно, было тепло, а саженцы были в кропке. Вот эти белые длинные вытянутые побеги получились. Сейчас я вам скажу, что с ними делать. Ну, а саженец требует воды, потому что все это время он был вот в этой торфяной смеси, такой, которая, ну, слегка влажная была. Ну и опять же напомню в который раз. Вода нужна при посадке для того, чтобы вместе с водой земля как можно плотнее облепила все корешки. Тогда саженец отлично приживется, поэтому не жалейте воды. Поливаем в несколько приемов, потому что вода будет впитываться, стоять, потом опять впитываться. Повторюсь, пару ведер сюда не пожалеете, для посадки это нормальное количество. Ну и что же делать вот с этими проснувшимися? Их, конечно, нужно удалить. Еще в своем прошлом видео я говорил о том, что вот эти ростки идут за счет самого саженца. То есть потребляется сам саженец, потому что корни еще не работают. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы саженец был сильным и здоровым, поэтому мы их удаляем. А вот эти вот почечки, которые только-только наклюнулись, еще не проснулись, мы их оставляем. Отсюда вырастут новые побеги. Не жалейте, новые побеги все равно вырастут, а эти только ослабляют растения. Ну и оставим вот этот, который из корня идет. Мы его присыпем землей, он пробьется через землю и будет вполне хорошим. Вот так, собственно, садится крыжовник. Конечно, обязательно после того, как вода впитается, присыпьте землей, лунку заполните и обязательно замульчируйте. Ну, у меня в качестве мульчи сухая трава отлично подходит. Здесь травы много, видите, поле скошенное. Ну, надеюсь, саженец приживется. Я их три штуки посадил, так в ряд, на расстоянии полтора метра приблизительно. Так они будут хорошо развиваться и хорошо плодоносить. Вот, собственно, все на сегодня. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой блог. На фейсбуке ссылочка находится внизу, в описании к этому видео. А в комментарии я оставил по вашим многочисленным просьбам адрес сайта, где я, собственно говоря, и покупал, приобретал вот эти вот саженцы плодовых культур, саженцы роз и саженцы сирени. Заходите, интересуйтесь, если вам это нужно. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!